Здравствуйте друзья, я Андрей Соловьев. Месяца полтора назад мы опубликовали экспериментальное видео на тему установки мультимедийно-навигационного комплекса, который дополняет штатное оборудование самого обыкновенного мерседеса. И несмотря на то, что тема эта достаточно узкая, на текущий момент обзор посмотрели уже более 35 тысяч раз, а я получил огромное количество откликов от тех, кого это действительно интересует. Больше всего сообщений было на тему альтернативных решений, правильности или неправильности моего выбора, а также возможностей для подобной системы. И опять-таки большинство сходилось на том, что был бы там не Windows CE, а Android, вот тогда бы другое дело. Самое интересное, что среди этих писем был один пользователь, который сказал, что имеет уже подобное решение на Android, установленное в своей машине в качестве дополнения к штатной системе. И он предложил мне показать это на своем примере. По иронии судьбы, машина это тоже мерседес, а производитель системы та же самая компания BG Trade. Только здесь это красный двухдверный кабриолет SLK, рожденный причем за несколько лет до появления самого первого Android. И тем интереснее посмотреть, как здесь это работает. Для начала немного техники. SLK 200 2005 года выпуска оснащается головным устройством Command NTG-1 первого поколения с 7-дюймовым несенсорным экраном, с которого можно управлять FM станциями или читать CD и DVD с компакт-диска. Также здесь предусмотрена навигация, которая записывалась на специальный диск и вставлялась в особый привод в багажнике, который постоянно читал и подгружал карту во время движения. Можно себе только представить, какую нагрузку испытывал этот CD-ROM, который фактически крутился без остановки. Ну и в один прекрасный момент предсказуемо сдох. Даже несколько лет назад точность такой системы оставляла желать лучшего, поскольку ни новых улиц, ни новых дорожных развязок она попросту не знала. А уж о поддержке пробок при режиме реального времени можно было вообще не мечтать, поскольку актуальную информацию на эту тему не знают даже новейшие головные устройства. Получилось, что симптомы у нашей машины и у этой очень близки. Навигация может работать, поскольку есть большой экран, но не работает, потому что в моем случае я ее сломал сам, а здесь она накрылась самостоятельно. И я рад, что мои мысли и мысли хозяина этой машины, который предпочел остаться инкогнито, в целом совпали. Менять штатную систему, ну как будто китайскую балалайку, не стоило. Потеряешь и в качестве звука, и в согласованности с бортовыми системами машины. Тем более, что здесь система еще и дублирует показания на дисплей перед водителем. Нужно признать, что решение, которое используется здесь, на мой взгляд, интереснее, поскольку используют более гибкую и универсальную операционную систему. Модуль называется BGT-MNS42 и тоже представляет из себя маленькую коробочку с кучей интерфейсных разъемов, которая внедряется рядом со штатной магнитовой. Работает это хозяйство на Android 4.2.2 Jelly Bean и представляет из себя, по сути, планшет, в качестве экрана которого выступает автомобильная система. Причем только USB портов здесь целых 5. И зачем столько, остается загадкой. Предположим, что к одному мы подключим 3G-модем для выхода в интернет, ко второму USB-флешку, ну или внешний винчестер с музыкой и фильмами. Третий пусть будет про запас, но даже в этом случае остаются свободными еще два. В комплект поставки входит и микрофон, который, как оказалось, прекрасно работает с голосовыми командами Google Now, а еще его можно использовать для прокладки маршрута в Яндекс.Навигаторе. Его вывели куда-то вот под эту решетку, рядом с динамиком, который применяется для озвучивания команд навигации. Принцип же работы коробочки BGT-MNS42 заключается в том, что она выдает собственную картинку с помощью специального транскодера, подменяя изображение со штатной системы. Звуковой же тракт, кнопки управления на руле и даже вспомогательный дисплей между колодцами тахометра и спидометра работают так же, как и раньше. Переключение же происходит после нажатия на клавишу MAP. Нажали один раз, переключились на внедренную систему, нажали еще раз, вернулись на штатную. Ну и конечно такая доработка потребовала внедрения, можно сказать, ключевого элемента, сенсорного стекла, которое заняло свое место перед штатным экраном. Еще установленная коробочка позволяет подключать к этому экрану камеру заднего вида. Просто невероятная роскошь для Мерседеса этого года выпуска. Однако владелец решил ограничиться штатными задними парактрониками. Теперь же настало время посмотреть на работу BGT MNS 42 более внимательно. После активации модуля с помощью кнопки загружается собственный лаунчер, открывающий рабочий стол с шестью крупными кнопками, кнопкой меню и шестью ячейками для избранных ярлыков по три справа и слева от этой кнопки. Важно отметить, что несмотря на то, что здесь стоит полноценный Android, далеко не каждый производитель оснащает подобные системы Google Android Market для закачки программ. Здесь же все есть и все работает. И подключив системы к интернету и введя учетную запись Google, можно сразу начинать закачку нужных программ. По поводу возможностей для подключения. Про 3G модем, которые подключаются к обычному USB разъему и в данном случае выведены в бардачок, я уже говорил. Помимо него здесь, так же как и в любом нормальном планшете, есть и Bluetooth, и Wi-Fi. И хозяин этой машины не стал мелочиться, а использует Wi-Fi роутер, который тоже лежит в бардачке и по факту раздает интернет всему, что находится в радиусе 10 метров вокруг машины. Для подключения и настройки здесь используется точно такое же меню, как и на любом обыкновенном планшете. С той лишь разницей, что физическое разрешение этого дисплейчика всего лишь 480 на 234 пикселя. И многие пункты на экран еле влезают. Жалко, конечно, но что делать? В конце концов, в 2005 году даже наличие экранчика в машине было за счастье, а USB-вход был просто космической инновацией. Первым же делом я, конечно же, загрузил и установил синтетический тест Antutu. И, как ни странно, он здесь совершенно спокойно загрузился и даже начал тестировать. И прохождение всех этих тестов в таком интерьере смотрелось несколько сюрреалистично. Оказалось, что система действительно работает на Android 4.2.2, а балом правит двухъядерный процессор, который определяется как загадочный ARM 7, работающий на частоте в 1 ГГц, в паре с графикой Mali-400. В спецификациях указывается производитель телечипс TCC8930, о котором я раньше вообще ничего не слышал и поэтому каких-то чудес производительности тоже не ожидал. Однако тест был пройден с отметкой в 10,5 тысяч попугаев, а сам Antutu сгоряча влепил ему индекс бюджетка. Знали бы программисты, на чем получены такие результаты и сколько стоит такая бюджетка. Кстати, если мне не изменяет память, Samsung Galaxy Nexus позапрошлого поколения тоже набирал около 10 тысяч попугайчиков, так что для автомобильного комплекса в целом это очень недурно. Следующей программой, которую я здесь сразу же попробовал, был, конечно же, Яндекс.Навигатор. И владелец этой машины использует как раз-таки именно его для езды по городу. В первую очередь за счет суперудобной функции голосового поиска. Работает она абсолютно корректно. И если нажать на микрофончик и сказать адрес Бухарестская, 38. Система все понимает, прокладывает маршрут. Остается только нажать, поехали. Для поездок на условно дальние расстояния выбрана программа Сайджек с загруженными картами России, Финляндии и Прибалтики. Ну, впрочем, никто не мешает сюда поставить Navitel либо CityGit. И еще парочка интересных фишек, которые здесь при наличии безлимитного и скоростного интернета пришлись как нельзя кстати. Это интернет-радио и IP-телевидение. Например, я посоветовал поставить сюда недавно обнаруженную мной программу, которая работает быстро, безглючно и не содержит рекламы. Называется она Parom TV и содержит пару десятков российских телеканалов в цифровом качестве, которые, как оказалось, здесь тоже работают очень недурно. Да и вообще из Play Market сюда по большому счету можно поставить все что угодно, поскольку оперативной памяти этот планшет имеет 1 гигабайт, а постоянный 8, из которых пользователю доступны около 6. Естественно, что просмотр фото или видео с флешки, либо прослушивание музыки здесь даже не обсуждается. А вот посмотреть, например, ролик из YouTube или воспользоваться услугами какого-нибудь онлайн кинотеатра, стоя в пробке, уже совсем другое дело. Конечно же, такую систему можно использовать и как браузер, и как окно в мир социальных сетей, и как игровую консоль, и как средство для чтения электронной почты. Правда, все эти опции поглощают ваше внимание целиком, и отвлекаться от вождения, конечно же, небезопасно. Главное, что такие возможности абсолютно меняют сам подход к мультимедийно-развлекательным комплексам внутри автомобиля. Если сравнить с тем, что эта железка могла до и после, то даже не верится. Такое впечатление, что мы пересели с паровоза на реактивный истребитель. Настолько изменились ее возможности. Конечно, установка такой системы стоит дороже обыкновенного планшета, который можно прибить на присоске к лобовому стеклу. Но согласитесь, что такой радости это уже не принесет. Да и вообще, я поймал себя на мысли о том, что подобная интеграция некий предвестник Google Android Auto, о реализованной теме, кто не хочет и не желает ждать, пока у каких-то великих Google или Apple дойдут руки до самого обыкновенного автомобиля. И мне это нравится. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok